Привяжем игрушечный автомобиль за нитку к валу электромотора и по ходу движения будем менять напряжение питания двигателя. Автомобиль при этом то ускоряется, то тормозится. И в каждый момент своего движения он имеет какую-то мгновенную скорость, которая все время меняется. Сделаем трассировку этого движения, отметив положение точки на кузове через каждые 0,2 секунды. Вот график зависимости пройденного расстояния от времени. Компьютер рассчитывает среднюю скорость на каждом интервале, деля приращение расстояния дельта s на приращение времени дельта t. Построенный график получился достаточно гладким и найденные средние скорости близки к мгновенным. Еще один способ измерения скорости основан на применении фотоворот. На одной стороне скобы фотоворот установлен инфракрасный светодиод, а на другой приемник излучения. Когда внутрь скобы попадает окошко на диске, фотовороты открыты, а все остальное время они закрыты. Измерим с помощью фотоворот скорость, с которой движутся отмеченные на диске красные точки. Фотовороты измеряют время, за которое диск поворачивается на один оборот, а компьютер делит длину окружности на это время и рассчитывает скорость. Включаем электромотор. Сейчас скорость равна 4 метрам в секунду, и кажется, что вращение происходит равномерно. Однако увеличим масштаб графика, и становится видно, что скорость точки меняется с каждым оборотом, и наш прибор позволяет увидеть эту неравномерность. Чтобы измерять скорость, не обязательно делить расстояние на время. Можно найти какую-нибудь величину пропорциональную скорости и измерять ее. Это устройство служит моделью автомобильного спидометра. На вращающейся планке установлены два неодимовых магнита. Напротив них на оси закреплен алюминиевый диск. Когда электромотор вращается, магниты наводят в диске вихревые электрические токи и увлекают его за собой. Прикрепим к диску пружину. Теперь угол поворота диска будет пропорционален скорости вращения электромотора, и по величине этого угла можно судить об этой скорости. Скорость снаряда, вылетевшего из духового ружья, мы измерим еще одним способом. Для этого мы воспользуемся баллистическим маятником, тяжелым бруском, подвешенным на нитях. Выстрел! Снаряд втыкается в брусок, и он отлетает от вертикального положения. Посмотрим на этот процесс замедленной съемки. Брусок поднялся над первоначальным положением на 2,5 см. А теперь произведем подсчеты. Потенциальная энергия поднявшегося вверх бруска равна его кинетической энергии сразу после удара. Отсюда скорость бруска после удара равна корню из 2GH, то есть 0,7 м в секунду. Импульс бруска и снаряда после удара равен импульсу снаряда до удара. Отсюда находим скорость снаряда до удара, она равна 17 метрам в секунду.